шаббат шалом драгоценная община у нас еще одно есть благословение это изучать тору да наслаждаться божьей славой и божьей глубиной нашей жизни давайте помолимся ему брухата адунай господь наш владыка вселенной избравший нас среды народов и даровавший нам тору благословение тору боже мы благодарны тебе за и шо который есть живая то расшедшая с небес для нашего спасения и для нашей жизни амен итак друзья что мы будем делать сейчас почему мы изучаем почему мы изучаем тору да кто то кто многие называют ветхим заветом уже ветхи да зачем зачем мы его изучаем ну во-первых библия говорит о том что слово божье оно живое действие на это божье слово вот во вторых об этом нам сказала и шо он множество раз говоря с верующими он говорил вы слышали он говорит вы знаете он говорит написано друзья он говорил о торе он говорил читайте ее там написано обо мне и то что мы делаем сейчас мы ищем и шо в этих словах да мы ищем что написано о нем и что нужно для нашей жизни вот и для того чтобы мы были с богом и мы были счастливы в боге амен итак очередная глава это уже одна из последних в этом годичном цикле она называется не цовим это дворим или второзаконие 29 9 30 20 ну переводится как вот вы стоите ну почему она так я дам свою интерпретацию вот вы стоите и вообще что такое второзаконие второзаконие это наставление величайшего человека знаешь его бога лицом к лицу знаешь его его сердце да вот и он говорит с народом он знает что он скоро уйдет бог ему сказал уйдешь вот я тебя заберу к себе вот и сейчас он дает последнее наставление своему народу вот и он говорит что нужно делать для того чтобы быть успешным в земле которую дает дает его народу бог и вы знаете он говорит о практических вещах и но при этом он постоянно на протяжении всей книги дворим он постоянно обращается к одной и той же мысли постоянно может быть пять ну не пять может быть десять раз может двадцать я не читал но постоянно он возвращается к той мысли и вот там мысль она очень выпукла дана значит в не цовим в разделе торы не цовим вот вы стоите давайте мы почитаем что маша то есть самое главное это это тот что он опять же эту мысль он повторял да он возвращался к ней постоянно а в этой главе он особо и он подает с девятого стиха самого начала соблюжит соблюдайте же все слова завета сего то есть вот он второзаконие уже почти все прошло 28 глава всем известного благословения и проклятия да вот значит он говорит соблюдайте вот все что я вам сказал за слова завета сего и исполняйте их чтобы вам иметь успех это будет ключевое слово во всем что что не будете делать вот вы сегодня стоите перед лицом господа бога вашего начальники колен ваших старейшины и судей надзиратели ваши все израильтяне дети жены пришельцы твои находящиеся станет воем от секущего дрова до черпающего воду твою чтобы вступить тебе в завет господа бога твоего и в клятвенный договор с ним который господь бог твой сегодня поставляет с тобою зачем дабы соделать тебя сегодня его народом и ему быть тебе богом и дальше там 30 это 29 главу мы читали 30 главе он как бы еще раз ну разъясняет о чем он говорит если будешь любить господа бога твоего ходить по всем путям его исполнять заповеди его и постановление его и законы его то будешь жить и благословить тебя господь значит еще раз прокомментирую то что я прочитал потому что ну как бы она не все сразу улавливается да когда читаешь печатный текст маша говорит вот вы стоите передо мной но здесь это через три с половиной тысячи лет он говорит и каждому из вас вот вы сидите передо мной ну а мне говорит ты стоишь сейчас передо мной да то вся там вместе с вами вот вы стоите и вы все хотите быть счастливыми ами вы хотите быть успешными вы хотите чтобы у вас все получалось вы хотите что ваши дети были успешными, ваши внуки были успешными, чтобы у вас все было хорошо. Я, говорит, знаю это. Я понимаю вас, потому что я тоже человек. Я очень этого хочу. Я вам сейчас скажу все самое главное, что для этого нужно. Я вам дам рецепт на все века, на тысячелетия, от этого момента и до конца, сколько будет существовать земля. Соблюдайте же все слова завета сего и исполняйте их. Аминь? Чуть-чуть ниже то, что я говорил любите Господа Бога твоего, ходите по всем путям Его, исполняйте заповеди Его, постановления Его и законы Его. И вы будете счастливы, вы будете успешны, вы будете жить и получать благословение. Аминь. Друзья, нет другого рецепта, нет рецепта более универсального, чтобы быть счастливым в Боге, чтобы быть успешным в Боге. Но нет ничего другого. Это то, чему служит церковь, это то, чему служит община. Понимаете? Любить Бога, исполнять Его заповеди, не так, как мы этого себе представляем и рисуем, а как Он этого хочет. Аминь. Итак, идем дальше. Значит, ключевое слово, на котором я сегодня остановлюсь, это будет успех. Итак, соблюдайте завет и будете успешны. И будет вам счастье, да? Будет вам успех. Во всем, во всем, что не будете делать. Ну, для этого что-то делать надо, для начала, да? Ну, и будете иметь успех. Ну, я не видел людей, которые не хотят быть успешными. Правильно? Ну, не видел. Я в жизни такого, что кто-то сказал, а я не хочу быть успешным, мне это вообще не надо. Я хочу быть неуспешным. Таких нету. Все хотят, все хотят иметь успех. Значит, как успех понимают люди, окружающие нас? Ну, в миру. Мы называем это мир, да? В Википедии, то есть в современном понимании слов, то есть не надо там кушать, обращаться к дали словарям и другим. Давайте вот как сегодняшний человек, да, понимает успех. Написано везде так. Удача. Пошел, и вдруг удача, да? Там выигрыш, или там где-то там участвуешь в тендере, и у тебя получилось. Удача, да? Достижение хороших результатов в работе и учебе. Успех. И как следствие признание. То есть всегда удача, значит, какой-то видимый материальный результат и признание. То есть успешные люди, как правило, когда говорят об успешных политиках, об успешных бизнесменах, да, об успешных артистах, всегда есть некий материальный успех, какой-то это в деле, да, значит, и признание. То есть у них всегда есть поклонники, у них всегда есть последователи и так далее. Так понимает мир, ну, мир понимает успех. Я не слышал, чтобы говорили об успешных учителях, например, там, да, или даже врачах, вот хотя они тоже ближе, как бы к деньгам, да, или успешных токарях, там, и так далее. Обычно говорят они грамотные, знающие и так далее. То есть уважительно говорят, но успешные как-то не говорят. То есть успех в миру, как правило, связан с материальной стороной. Ну и как апофеоз успеха по-мирски, это картинка, которую видели, наверное, практически все, когда ходишь в офисе, там висит картинка, такой жирнючий кот, вверх брюхом лежит, значит, очень довольный и написано «Жизнь удалась». Ну это успех, как говорится, по-мирски. Ну я хочу сказать, что присуще ли это нам, верующим людям? Ну хочу сказать, что частично тоже, как бы это тоже есть. Мы тоже, когда говорим об успехе, мы понимаем и зачастую, может быть, даже чрезмерно понимаем, ну как бы вот эту вот материальную сторону. Хатынка, били хатынки, в хатынсе, на столе, вот и били стола там и так далее, да, там, в общем, все, как бы, вот такое. Ну при этом, конечно, мы же верующие люди, мы всегда говорим, слава Богу, Бог дал. Ну мы же духовные. Что Бог говорит нам, что Бог говорит нам об успехе в данном случае? Значит, в еврейском переводе, там тоже в данном случае, это все на дальнем переводе там написано, будешь иметь успех, я посмотрел еврейский перевод, и там тоже они перевели это слово как успех. Хотя, там, смотрите, что там написано, там слово сакхаль, или сакхаль, наверное, будет более правильно. Значит, сакхал, да? Значит, в ликвизиконе это слово переводится как понимать, разуметь, быть благоразумным, делать мудрым. Ну то есть такие духовные вещи такие, знаете, да, связанные с разумом, связанные с выборами правильными и так далее. Вот, но самое первое и наиболее емкое значение, которое нам надо запомнить, оно самое первое идет, это поступать благоразумно. Аминь. Вот успех по Божьему, вот успех настоящий, вот успех библейский. В каждой ситуации поступать благоразумно. Дело в том, что мы живем где? В окружающем мире, да? И мы как люди вступаем в сотни, ну в десятки, сотни, в тысячи различных взаимоотношений, коммуникаций. И мы постоянно находимся перед выбором. Ну я правильно говорю, да? Мы постоянно находимся перед выбором. И Божий успех в каждом случае делать правильный библейский выбор по слову. Давайте скажем на это аминь. Это тот успех, который видит Бог, который видит Он для нас. Это, смотрите, это выборы в отношениях с Богом. Вот сегодня, значит, три наших драгоценные сестры сделали свой выбор. Вот, они сказали, ну мы не знаем, что там будут говорить окружающие, но мы делаем свой выбор для взаимоотношений с Богом по слову. Как сказал нам Бог. Друзья, это успех. Вы успешные люди, сестры. Это благословит вас Господь. Вы сделали правильный выбор. Эти выборы мы делаем в отношениях с Богом, ну множество, да? Молиться, не молиться, ходить в общину, не ходить в общину, служить, не служить, служить так, служить этак. Множество выборов. Семейные взаимоотношения. Обижаться на мужа или жену, не обижаться, когда они там, значит, неправильно ведут. Что поступать, когда дети в разнос пошли, вот так поступать или не вот так поступать. Так, понимаете? Я об этом говорю. Выборы на работе. Так поступать или не так. Говорить о своем промахе, не говорить. Красть или не красть, значит, там множество, множество выборов. И успех по-божьи – это сделать правильный выбор. Поэтому в слове «успех» есть тоже еще одно ключевое слово «выбор». И в этом разделе Торы Бог говорит об этом. Моше говорит, Бог говорит через Моше. Он говорит, вот сегодня я даю вам выбор между жизнью и между смертью. Я хочу, чтобы вы сделали правильный выбор, успешный выбор. Выберите жизнь. Аминь. Вот. Значит, есть у меня еще пару минут. Я хочу сказать, что это вопрос о выборах. Он стоял и о благоразумии. Он стоял о правильном выборе. Он всегда стоял перед человеком. У Адама и Евы неправильный выбор был сделан. У Авраама. Когда он покидал Урхалдейский, Бог к нему обратился и говорит, Авраам, выйди туда, куда я тебя поведу. Он живет в прекрасном городе Приморском. У него все схвачено, понимаете, все отлично, все в шоколаде. Он говорит, иди в пустыню. И он пошел. Он сделал свой выбор. Для его современника это был неуспешный выбор. Ты что? Куда ты пошел? Ну, это был выбор. И мы знаем, что это был успех. То же самое у Иосифа, когда жена Патифара предлагала ему согрешить. Он сделал свой выбор. Он пострадал за этот выбор. Попал в тюрьму. Но он сделал правильный выбор. Аминь. Давид. Множество раз он попадал в разные ситуации, которые лишали его, как казалось, веры и всего. Но он говорил, я сделаю выбор. Я буду доверять тебе, Боже. Я буду верить, что мой Спаситель жив. Я буду верить тебе, и я выберусь всего этого. И он проходил все эти выборы. Друзья, еще наш Машех, когда мы читаем Библию, Дух Библии говорит о том, что когда он был на небе, он говорил с отцом, и у него был выбор. И он сделал правильный выбор. Он сделал тот выбор. Ну, трудно сказать правильный выбор. Он сделал выбор, который нелогичный с точки зрения простого человека. Лишится славы, лишится положения. Прийти сюда, облегтись в слабую плоть и пройти этот путь ради нас. Но он сделал этот выбор. Аминь. И благодаря его выбору, вот мы плоды его выбора. Его последователи, апостол Иоанн, Петр, Павел, они тоже сделали свой выбор. И с точки зрения мирского человека, может быть, это было не всегда логично, и не всегда это было, так скажем, успешно, материально успешно. Но это успешные люди, мы знаем об этом. Аминь. Я хочу сказать, что не обязательно, знаете, думать, что эти выборы, они были где-то там далеко тысячи лет назад. Там у Павла были выборы. Друзья, эти выборы, библейские выборы, понимаете, правильные выборы, это благоразумные выборы, которые, допустим, миру, они казались неблагоразумными, да, они также делаются и нами, людьми, которые среди нас, и нами тоже, в том числе. Я, как пример, значит, я хочу сказать и о наших пастырях, вот, Валентине и Тане. Они тоже, как и Авраам, у них был выбор между богатой страной, да, между прекрасной карьерой, которая у них складывалась, и Украиной 90-х годов, вы помните, что тогда творилось, холодной и голодной, да. Вот, и они сделали поступок, который, может быть, казался кому-то неблагоразумным, но с точки зрения Бога, да, этот поступок, он оказался успешным, и вот свидетельство их успеха. Вот Рэбе говорил о 6 тысячах верующих евреев в Африке, Зимбабве. Вот это следствие правильных выборов. Вот, я могу также привести пример, значит, нашего пастыря Сашу Шейногу, вот, у него с точки зрения человека мирского, может быть, нет такого, знаете, говоришь, он успешный человек, то есть у него нет машины там, у него он живет на съемной квартире, но я, когда я смотрю на его жизнь, когда я смотрю, какие выборы он делает, ну, для своей жизни, какие цели ставит для себя, да, какие приоритеты выстраивает в жизни, как он говорит с вами и какие советы дает вам. Друзья, я вижу успешного человека, аминь. И не зря к нему те, кто имеют машины и дымы, они идут к нему, значит, за советом. Ну, естественно, к Валентину в данном случае я о нем говорю. Я тоже самое хочу сказать о пастыре Олеге Щепанском, о многих служителях. Вот передо мной, значит, Сережа, руководитель нашего служения, значит, я благодарен ему, что он сделал свой выбор, и, возможно, у него нет того, что могло бы быть, вот, но он сделал правильный выбор, и благодаря ему мы видим то поклонение, да, и тот дух поклонения в нашей общине, который у нас есть. Я хочу сказать, как бы, добрые слова и воздать честь, допустим, Наташе Мирошниченко, да, которая, пережив огромную личную трагедию, она могла, как никто другой, обидеться на Бога. Вот, она потеряла единственного сына, но она сказала Богу, Бог, я верю, что Ты добрый и благословляющий Бог, и я буду идти за Тобой, и я воздаю ей честь за этот выбор. Я знаю, что это успешный выбор с точки зрения перспективы жизни, вечной, с точки зрения перспективы жизни. И здесь, на земле, это успех, это успешный выбор, друзья. Аминь. Значит, я хочу также сказать, недавно свой пережитый опыт, я хочу Вас дать честь, и за благоразумные поступки моей супруги, потому что так получилось, что в какой-то момент я, скажем так, был лишён и здоровья, и, можно сказать, и веры, и такой, я оказался просто в вакууме, друзья, просто оказался в вакууме, понимаете. Я не ожидал от себя такого, это отрицательный опыт, но, тем не менее, он случился и со мной. И я видел, как она вначале металась, вот, и, как бы, ну, ей было тяжело видеть меня таким, понимаете, она не привыкла к этому, но она сделала правильный выбор, она сказала, Бог, я нахожу ответ в Тебе. Вот. И это был успешный выбор, и благодаря её выбору, потому что у меня не было сил, её выбору, благодаря участию, значит, служителей нашей общины, я здесь нахожусь, я говорю Божье Слово. Слава Господу. Друзья, и когда мы делаем, и когда мы делаем эти правильные, ну, что я хочу сказать, что если кто-то думает, в том ли месте я нахожусь, то есть телеслужителя, да, друзья, вы находитесь в том месте, в котором надо. Здесь не будут вас учить выбору, там, знаете, как забогатеть быстро и, значит, куда вложить деньги и так далее, но вас всегда будут учить то, чему учат ребе, то, чему учат служителя, они всегда учат поступать благоразумно. И всё, что мы не делаем, мы учим только этому, поступать благоразумно, сделать правильные выборы, чтобы у вас был настоящий библейский успех, чтобы вы получили жизнь, вот, и чтобы вы получили благословение, как и сказано в сегодняшнем слове, в Ешо Амирсии.